ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ Мария Петровна, здравствуйте! Привет, Макс! Как хорошо, что вы пришли! Я для вас самое лучшее место занял В третьем ряду, в середине, двенадцатое Спасибо большое и за место, и за приглашение Как я могла пропустить премьеру нашей театральной студии «Синяя птица» Мариса Метерлинка – чудесная сказка У меня роль хлеба Я помню, по-моему, ты очень волнуешься, Макс Может быть, даже слишком Да, Мария Петровна, я очень волнуюсь У нас еще неприятный сюрприз Птица пропала, игрушечная Она в спектакле изображает синюю птицу Тильтиль должен подарить ее девочке в финале сказки Вчера на репетиции я видела эту птичку А сегодня она куда-то запропала И вот сейчас все ее ищут Вместо того, чтобы повторить текст Все образуется Я тоже приму участие в поисках До встречи! Мария Петровна! Похоже, в какую-то сказку переместилась Но ведь мне тут помощь нужна Ничего не могу понять Третий звонок Зарители заходят в зал Надо готовиться к выходу Прикрепляю накладной живот Надеваю шелковый халат На голову тюрбан Готово! Мария Петровна Ох, как же хорошо, что вы прибыли У нас тут такое Мне все известно Исчезла синяя птица Да, ищем ее по всем сказкам Все летающие средства подключили Ковры-самолеты Драконы Скороходы Все с ног Ну, или что там у них Сбились Ну, как вы узнали? Если птица удача исчезает в сказках Это мгновенно отражается на реальном мире Нужно поскорее ее найти Сейчас я должна вернуться в школу А я думал, вы останетесь А может, Максимка мне поможет? К сожалению, Макс сегодня очень занят Прости, Добрыня Мне пора Уважаемая фея Одну минуту Посмотрите Серебряная клетка, доверенная мне Нет У Макса роль хлеба В следующей сцене он не занят Незаметно пройду за кулисы Может, удастся с ним поговорить Макс Макс Ой, Мария Петровна А я думал, вы в зале События развиваются слишком быстро Так что спокойно посмотреть спектакль не получится Скажи, игрушечная птица нашлась? Нет Ребята побежали в магазин игрушек Он через дорогу Они хотят подобрать птицу взамен пропавшей У них ничего не получится Почему? Понимаешь, Максим Синяя птица действительно пропала Ну ничего, мы купим какую-то Она пропала из сказочного мира Вы думаете, она пропала у нас, потому что пропала из своей сказки? Она же может исчезнуть из театров, где играет пьесу Митерлинка Ужас Понадобится твоя помощь, Макс Я готов Только что я могу сделать? Да еще в этом неудобном костюме хлеба Сейчас это самый подходящий костюм К тому же у тебя есть клетка для птиц Сразу после спектакля отправишься в сказку Сказку «Синяя птица» Мориса Митерлинка? Да А не будет ли слишком поздно? У нас нет выбора Иди, твой выход Алло, Добрыня, как твои дела? Ясно Здесь тоже без изменений Да, скоро буду Марья Петровна А я думал, Максимка с вами примчится Он все еще занят Скажи, в каких сказках ты успел побывать? Во всех детских сказочных пьесах, Марья Петровна Никогда еще так часто в театр не ходил Вот сейчас в сказках Андерсона был У него же много таких, где по сюжету предметы оживают, помните? Нигде никаких следов? Ни следов, ни улик, ни отпечатков Ничегошеньки Плохо Синяя птица – это символ мечты Да понимаю, Марья Петровна Пожалуй, нам стоит проверить другие пьесы Митерлинка А разве у него еще какие-то пьесы есть? Конечно, есть Я начну с пьес «Принцесса Мален» и «Семь принцесс» А я проверю бельгийские сказки Митерлинк ведь из Бельгии? Отлично На всякий случай загляни еще во французские До встречи На всякий случай легко говорить Но да ладно, где наш не пропадало Для начала перемещаюсь в бельгийские народные сказки Гав-гав-гав Бонжур Здравствуйте, мсье Добриня Добриня Бонжур Здравствуйте, уважаемые Могу я узнать ваше имя? Старый пёс Так зовет меня мой хозяин Но мой хозяин груб, мсье Очень груб Гав-гав-гав От всей души сочувствую вам Благодарю, мсье Я не стар, я долго прожил Так говорит Пак Лесной дух Из сказок старой Англии Замечательного английского писателя Редерда Киплинга У меня есть имя, мсье Настоящее имя Меня зовут Оноре Знаете, мсье Больше всего на свете Я люблю сказки Особенно про собак Гав-гав-гав А еще у меня есть друг Настоящий Хороший друг, мсье Он Воробей Да-да, не удивляйтесь Его имя Шарль Простите, мсье Я слишком долго говорю А вы спешите Скажите, пожалуйста Может ли старый Оноре Чем-то быть вам полезен? Уважаемый Оноре Я хотел бы поговорить С вашим другом Шарлем Вы нас познакомите? Дело в том, что Я ищу одну птицу Это очень важно Конечно Познакомимся Конечно А вот и он Вот и он Чик-чирик Чик-чирик Я скучать не привык Привет тебе, Оноре Привет, мой дорогой Шарль Бонжур, мсье Я Воробей Зовут меня Шарль И я к вашим услугам Здравствуй, Шарль Ты ведь знаешь, что синяя птица пропала? Чик-чирик Чик-чирик Знаю, мсье Я думаю так Синяя птица Это символ счастья Мечты А мечта Не должна теряться И я того же мнения, дружочек Шарль Вот что У меня к тебе просьба Собери-ка ты своих Знакомых воробишек И помогите нам Найти синюю птицу Чик-чирик Чик-чирик Что ж, мсье Птичка не кошка Поищем немножко Мы вместе поищемся Гав-гав-гав Вот, спасибо А мне пора в другую сказку Добрыня, привет Я на минутку О, Максимка, здорово А Марья Петровна говорила, что ты занят Еще как занят Слушай, я хотела узнать Как идет расследование Могу я чем-то помочь? Что у тебя там? Ты в какой сказке? Я сейчас Максимка, тебя плохо слышно Слушай, Марья Петровна В пьесу Митерлинка отправилась А я по бельгийским сказкам Решил пройтись Хочешь помочь? Отправляйся во французские Хорошо Только бы успеть Что успеть? Потом объясню Ну, пока Ну, пока Сам звонит, сам пока Говорит Не поймешь этих детективов Так И куда это я угодил, интересно? Старинный замок Замок как замок Но что это за сказка? Где мне искать синюю птицу? Неужели это она? Нет, мой уважаемый юный детектив Я не она Как же я могу понять, что вы не она, если я вас не вижу? Покажитесь, пожалуйста Посмотрите на меня внимательно В моем оперении нет синих перьев Да, это правда Я всегда говорю только правду Я птица, которая вещает, то есть торжественно провозглашает правду Все ясно, это сказка о птице, которая вещала правду Скажите, правдивая птица, а вы синюю птицу случайно не видели? Ну как вам сказать, мой юный детектив Видела только очень давно Я полагаю, что синюю птицу похитили Кто? Кот Спрашиваешь ее как человека, а она... Ой, спектакль, скоро мой выход Мне срочно нужно переместиться в реальный мир Мой солидный возраст, опыт и преданность этим детям Дали мне право стать их телохранителем Госпожа Ночь, позвольте спросить Где мы можем скрыться от опасности? О, птичка, только не синюю Так, теперь нужно понять, на каком языке с ней разговаривать Я в Бельгии, но в какой сказке, не пойму Простите, не могли бы вы ответить на несколько моих вопросов? Да, сущее наказание этот нидерландский язык Вы говорите по-французски, месье Я француженка А мне сказали, что в Бельгии надо по-нидерландски говорить Только у меня пока не очень получается Мы можем поговорить на сказочном языке, месье Лучше на сказочном, спасибо Скажите, а вы не видели синюю птицу? Давно не видела Я почти уверена, месье, что синюю птицу похитили Ясное дело, не сама же она упорхнула Кстати, а можно узнать, что вы за птица? Я птица, которая вещает правду Как все это странно Сначала синюю птицу искал хлеб Теперь ее ищете вы Но мне доподлинно известно, что найдет ее некто третий Вы говорите, хлеб искал птицу? Хм, он выглядел как хлеб Так это он украл птицу А где он? Как вам сказать? Только не путайте меня, пожалуйста Я сам запутаюсь Это я уже поняла Ти-ти-ти-ти-ти Вы мне толком скажите, кто синюю птицу стащил? Ка-то Послушайте, нехорошо отвечать вопросом на вопрос Ведь это я у вас хочу узнать, кто А вы мне голову морочите Ка-то Ти-ти-ти-ти-ти Ти-ти-ти-ти-ти Ка-то, ка-то Ничегошеньки не могу понять Ай, пойду хлеб искать А что я ему скажу? А вот что Рассказывай все как на духу Не то я тебя съем Добрыня, наконец-то Какие новости? Новости такие, Марья Петровна Птичка из бельгийских сказок сказала, что хлеб В общем, подозрительный он Странно такое слышать После исследования пьес Метерлинка Я склонна считать, что птицу мог украсть персонаж другой сказки Разберемся, Марья Петровна Не в первый раз Сейчас найду хлеб и все у него узнаю Хорошо А я пока позвоню Максу Алло, Марья Петровна Макс, можешь говорить? Да, могу Сейчас антракт Какие у вас новости? Добрыня решил поговорить с хлебом Он считает, что хлеб причастен к исчезновению синей птицы И еще кое-что В одной из пьес Метерлинка Я услышала, что в его сказке пробрался чужак А кто это? Как определить? Сказок много У кого был мотив, непонятно Да, это самое главное Понять, для чего красть синюю птицу Скажи мне, Макс Что такое, по-твоему, синяя птица? Что она может дать владельцу? Счастье Получается, что ее похитил кто-то Кто хочет, чтобы у него было счастье Может, кто-то несчастный Или, наоборот, какой-то злодей Он считает себя счастливым И хочет лишить счастья всех остальных Марья Петровна, скоро мой выход Беги, позже поговорим Кто же наш подозреваемый? Несчастный И делает другим гадости Кощей какой-то получается Но это как-то нелогично Чего-то не хватает Вот только чего? Знаю Способ совершения преступления Как он это сделал? Где подстерег птицу? Может, это был кто-то, кого персонажи сказки не заподозрили? Может, преступник очень хорошо маскировался Ага Макс, что случилось? Ничего, Марья Петровна Просто у меня возник вопрос А почему Добрыня решил поговорить с хлебом? Птица из какой-то бельгийской сказки Сказала Добрыня, что хлеб может быть причастен к пропаже синей птицы А может, это птица из французской сказки? Я с ней недавно говорил Возможно Добрыня сказал, что в разговоре она упомянула свое французское происхождение Подожди Ты что, перемещался в сказки? А как же спектакль? Да я в перерыве Ничего страшного А что, если птица говорила не о том настоящем хлебе из сказки А обо мне? Я ведь был в костюме хлеба, когда с ней разговаривал Да, вполне возможно, что Добрыня ищет тебя, Макс Настоящий преступник тоже мог переодеться в костюм одного из персонажей пьесы И его тоже никто ни в чем не заподозрил бы Так ведь, Мария Петровна? Верно, Макс Все это время мы не могли найти улик Герои сказки казались невиновными А никто чужой здесь не появлялся Ты прав Чужой мог пройти, переодевшись в своего Мне нужно переместиться к Добрыне А я пошел играть спектакль дальше Хорошо, позже созвонимся Во, Мария Петровна, а я только-только с хлебом закончил разговаривать И ничего не выяснил Нет, уж я и так, и эдак, а он ничего путного не сказал А как вы догадались? Добрыня, скажи, птица говорила тебе, что хлеб не похож на хлеб Да мало ли что она говорила-то Она сказала правду Макс сейчас в школе Он играет в спектакле «Синяя птица» И ему досталась роль хлеба В перерыве между выходами на сцену Наш коллега успел побывать в сказке И поговорить с птицей Она приняла его за персонаж сказки и... Ну точно Он ведь звонил мне Ведь это я его во французские сказки направил Так же мог поступить преступник Преступник тоже звонил? Преступник мог переодеться в одного из персонажей сказки «Синяя птица» И пробраться в сказку незамеченным Очень может быть А в кого преступник переоделся? Пока не ясно Надо еще раз всех опросить, проверить алиби, выяснить Возможно, кто-то видел персонажа-дублера Это сложно Не вижу ничего сложного Ты какой-то рассеянный сегодня, Добрыня Да я просто голодный Можно я побеседую с кем-то несъедобным? Что же, ты не позавтракал? Ну хорошо, говори с несъедобным Говорящий хлеб, вы подумайте А уж когда он о помидоре речь завел Тут и вовсе О каком помидоре? Марь Петровна, думаю, он меня с толку хотел сбить Но почему помидор? У Митерлинка в сказке были хлеб, сахар, молоко Нет, не могу больше о еде говорить Пойду перекушу чего-нибудь Хорошо, Добрыня Я сама поговорю с хлебом Он там, возле домика дровосека Я мигом Тут недалеко в сказке Андерсона Горшочек кашины варил Я быстро Одна нога там, другая тут Помидор Странно Ммм, здесь все съедобные персонажи Из сказки «Синяя птица» Здравствуйте, я Мария Петровна Глава детективного агентства ХРУМ У меня к вам один вопрос Если они опасны и коварны Мы должны подождать у входа И помочь детям бежать Макс, Макс Мария Петровна Макс, близится финал спектакля А «Синяя птица» не найдена Да, у нас тоже не получилось найти замену Решили играть с воображаемой птицей Послушай, в разговоре с Добрыней Хлеб упомянул помидор Я решила с ним побеседовать Какой помидор? При чем тут помидор? В том-то и дело, что ни при чем Хлеб просто сказал это слово по-французски Помидор Золотое яблоко? Именно Все равно не понимаю Синяя птица и золотое яблоко Какая связь? Сказок, в которых упоминаются золотые яблоки Очень много А времени мало Поэтому я тебя прошу Смотри внимательно Если увидишь кого-то с золотым яблоком Вы имеете в виду сейчас? Во время спектакля? Здесь? В школе? Мы предположили, что преступник Хотел лишить всех счастья Похитив синюю птицу Если это так, он захочет убедиться, что его план сработал и придет на спектакль Я могу тихонько посмотреть из-за кулис А мы с Добрыней пока проверим сказки, где есть золотые яблоки Посмотрим О, в девятом ряду Что-то вроде солнечного зайчика Это оно Золотое яблоко Его держит в руках мальчик Неужели он преступник? Ой, я совсем забыл Мне на сцену пора Эти дети Выполнили важную миссию Со смешанным чувством неизъяснимой нежности и горечи Говорим мы им Прощайте И чувством этим мы все цело обязаны тому взаимному уважению Мария Петровна в зале Она сидит рядом с тем мальчиком Вы больше не услышите моего голоса Не увидите меня одушевленным Но я всегда буду рядом с вами Смело могу сказать, что я самый верный и старинный друг человека Спектакль почти закончился А где же Мария Петровна и тот мальчик? Из какой он сказки? Из сказки «Мио мой Мио» Ой, Мария Петровна А что за мальчик сидел рядом с вами? Это он? Преступник? Нет, Макс Бу Вильхельм Ульсен, он же Мио, ни в чем не виноват А кто сегодня смотрел спектакль? Мамы мальчика и девочки, которые исполняют роли Тильтиля и Митиль А Мио оказался здесь потому, что выслеживал своего врага И его враг мог украсть синюю птицу Мио только что вернулся в свою сказку Эту сказку «Мио мой Мио» написала Астрид Лингрен Я не слишком хорошо ее помню Это история маленького мальчика Его звали Бу Воспитывали его приемные родители И они не любили его А мальчик мечтал о том, чтобы у него была настоящая любящая семья Однажды с помощью Джина и Золотого Яблока Он очутился в сказочной стране Королем этой страны был его отец А его самого звали Мио У него там еще друг появился Юм-Юм А потом там кто-то злой появляется Рыцарь по имени Като И Мио вступает с ним в бой Като, так говорила птица Значит, ты слышал имя преступника Только не придал значения словам птицы Перемещаемся в сказку Астрид Лингрен «Мио мой Мио» Добрыня уже должен быть там Марья Петровна, а почему с вами хлеб? А где Максимка? Добрыня, это я Ой, не узнал Ты так в образ вошел Спасибо Марья Петровна, я все понял Преступника зовут Като И он Из этой сказки Ну как вы узнали? Помнишь, ты говорил с птицей и она повторяла Като Я не понял, что она произносит имя Я тоже Только не это Что случилось? Вроде ничего Мы в сказке Астрид Лингрен «Мио мой Мио» В конце происходит битва главного героя с рыцарем Като Все по сюжету Нужно спешить к месту сражения Зачем спешить-то? Мальчик Мио победит рыцаря Като Пронзит его каменное сердце Тот рассыплется И станет грудой холодных камней И мы не узнаем Где он прячет синюю птицу Скорее Я вижу мальчика Это Мио У него в руках меч А у его ног камни Опоздали Ой, смотрите Сюда летит та самая птица из французской сказки Да, я узнал ее Вам, сказочным сыщикам Известны сюжеты всех сказок без исключения Припомните, что произошло после того Как мальчик Мио победил рыцаря Като Рыцарь развалился Он превратился в кучу камней Как там в сказке говорится-то? На полу осталась только серая груда камней А на подоконнике вдруг оказалась маленькая серая птичка Она стучала клювиком по подоконнику Видно, просилась, чтобы ее выпустили И дальше Я до того ее не замечал Я не знаю, где же она могла прятаться Я подошел к окну и распахнул его Пусть летит себе на волю Но ведь птичка была серая А мы ищем синюю Взгляните вот сюда Прошу вас Маленькая серая птичка превратилась в синюю Птичка, лети сюда Садись в клетку Побудь здесь совсем немного Мы доиграем спектакль И ты вернешься в свою сказку Помните о своем обещании Мой юный детектив Синяя птица не может жить в неволе Ну вот и ладно В сказках порядок Можно вздохнуть спокойно Может, к лукоморью на выходные съезжу Кот ученый давно зовет Сметанки ему свежие отвезу Марья Петровна А вы, может, снимете на видео Как Максимка в спектакле играет Я бы посмотрел Обязательно До свидания, детективы Спасибо вам До свидания, Добрыня До новых расследований Хрум Или сказочный детектив Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok